Добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня мы проводим вебинар «Как правильно торговать на новостях». Перед началом вебинара необходимо проверить качество связи. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Отлично, благодарю за обратную связь. Коротко скажу о формате нашего вебинара. Сейчас через несколько секунд чат будет доступен. Мы развернем экран и будем проводить наш вебинар. Вначале поговорим о важных новостях валютного рынка. И затем также поговорим о важных новостях рынка акций, фондового рынка. Все примеры сегодня будут свежими. То есть именно будем рассматривать те новости, которые были в течение этого месяца, в течение марта 2016 года. И мы начинаем наш вебинар. Благодарю всех за обратную связь. И сейчас чат уже будет недоступен. И минут через 10-15 для вопросов и ответов. И затем вновь будем проводить наш вебинар. И начинаем вебинар непосредственно с того, анализа, нужно ли вообще торговать о новостях, зачем вообще нам нужны новости и так далее и тому подобное. У нас на финансовых рынках ежедневно публикуются несколько десятков новостей, а бывает даже несколько сотен новостей в зависимости от торгового дня. И все эти новости, они у нас имеют отношение к биржевой торговле. Однако здесь может возникнуть вполне логичный вопрос. Какие же новости более важные, которые сильно влияют на изменения котировок. И допустим, какие новости можно пропускать. Потому что в календаре событий новостей очень много. Если все это отслеживать, то просто нужно очень много времени. И не у всех есть столько свободного времени, чтобы посвящать это время непосредственно изучению этих новостей. Да и честно говоря, занятие для многих это очень скучное. Сидеть и смотреть в календарь событий. Куда более интересно смотреть, допустим, на график. То же самое, как у нас котировки изменяются. И вот всем этим вопросом, какие у нас важные новости. Стоит ли новостях торговать и вообще как торговать в новостях. Как раз и посвящен наш сегодняшний вебинар. И начнем мы с самых важных новостей. Сегодня рассмотрим несколько важных ключевых новостей, которые оказывают сильное влияние на рынок в целом. И также на котировки внутри дня. Соответственно, как на это можно будет заработать. Сегодня все эти примеры мы сейчас рассмотрим. И начнем с самой важной новости, которая у нас оказывает сильное влияние на валютный рынок Форекс. Не только в целом на валютный рынок Форекс, но также на другие финансовые рынки. Допустим, рынок акций, рынок золота, нефти и так далее. Это у нас создание странных банков. Почему нам важны создания странных банков? Потому что у нас странные банки являются своего рода администраторами на валютном рынке Форекс. Именно их решения и вызывают тренды. Вот кто-то из трейдеров думает, что тренды у нас могут вызывать скользящие средние индикаторы или полосы Боллинжера и так далее и тому подобное. Но эти индикаторы тренды у нас не вызывают. Тренды у нас формируют только странные банки и больше никто. Даже, допустим, ни данные по ВВП у нас не формируют тренды, ни другие показатели. Именно действие странных банков, именно изменение кредитно-денежной политики. Соответственно, если, допустим, у нас есть повышение ставок, это хорошо для валюты, способствует приток капитала. И наоборот, если у нас ставки понижают и вводят программу стимулирования, так называемое КУЕ, то здесь уже валюта слабеет, валюта снижается. А уже все остальное, это уже вторично, то есть, допустим, ВВП и другие показатели, промышленное производство, розничные продажи, они все оказывают влияние, но они не формируют тренды, а тренды формируют именно социальные банки своими действиями. Поэтому социальные банки для нас очень важно. Мы, допустим, на валютном рынке Форекс торгуем валютными парами, где, соответственно, есть две валюты. Если, допустим, евро-доллар, значит, мы отслеживаем заседание ЕЦБ и ФРС, соответственно. Если, допустим, доллар, американский и российский рубль, значит, заседание ФРС и российского Центробанка, соответственно. Заседания церковных банков проводятся от 6 до 12 раз в год, то есть, кто-то каждый месяц заседает, кто-то раз в полтора месяца, 8 раз в год, кто-то раз в два месяца и так далее. Поэтому заседаний очень много, валютных пар у нас также очень много на рынке, поэтому бывает так, что даже в течение одной недели может пройти несколько заседаний, как это было в середине марта, когда у нас и было заседание ФРС США, и также было заседание Банка России, и несколько еще банков у нас также заседали, Банк Швейцарии и так далее. Поэтому здесь недостатка в заседании церковных банков у нас нет, и периодически они принимают важные решения, конечно, не на каждом заседании, поэтому есть такие заседания, где принимаются важные решения, на этих важных решениях можно заработать. И вот у нас было такое интересное событие, а именно оно было не так давно, буквально три недели назад, ровно в четверг, 10 марта, у нас было заседание Европейского Центробанка, где ЕЦБ неожиданно для рынка, потому что не ожидал рынок этого, понизил учетную ставку до 0%, до этого ставка была на уровне 0,05%. То есть такой небольшой шаг, вроде бы всего лишь навсего снижение на 0,05% учета ставки, тем не менее, вот здесь в середине графика, где у нас обозначена стрелка вниз, красным цветом, мы видим, как пара евро-доллар, это у нас часовой график, она у нас провалилась. Причем провалилась она достаточно быстро, в течение буквально полутора часов она с момента объявления вот этого решения ФРС США упала на 151 европункт. Затем, правда, уже был отскок, но с другой стороны, все равно на этом можно было заработать, и падение на 0,05% это очень такое сильное, даже с учетом того, что внутри дня. Поэтому здесь могли заработать, я думаю, все трейдеры, и те трейдеры, которые не жадничали, они, безусловно, ушли с профитом. Другое дело, что, допустим, можно пожадничать и думать, что у нас раз валюта упала на 150 пунктов, там за полтора часа, значит, может быть еще падение пунктов на 200, на 300. Такое событие тоже может быть, валюта может падать очень долго, но не всегда. Поэтому здесь лучше все-таки не жадничать и лучше, допустим, взять профит пунктов 30, 50, 60, 70, чем, допустим, ждать, что будет у нас обвальное падение пунктов на 500, и в итоге ничего этого не дождаться и даже уйти из позиции со стоп-лоссом. Либо, если, допустим, те трейдеры, которые стоп-лоссы не ставят, а таких трейдеров у нас есть, их достаточно много, то здесь вообще можно остаться без депозита, хотя вроде бы были шансы для того, чтобы заработать. Поэтому такие заседания необходимо отслеживать, отслеживать очень внимательно. И здесь можно действовать двумя способами. Если вы, как трейдер, хорошо разбираетесь в фундаментальном анализе, знаете законы макроэкономики, тогда, конечно, вам проще. И вы можете торговать, открывать позицию до непосредственно этого события, и там уже, естественно, если событие, допустим, в вашу пользу, вы прогнозировали, что от ЕЦБ ничего хорошего ожидать нельзя, и открыли позицию на продажу, тогда смогли заработать очень много. Если же вы, допустим, не знаете ничего о фундаментальном анализе, или, допустим, хотите узнать, но пока что у вас очень мало знаний, но вы читаете книги, либо вообще вы ничего не читаете, то здесь в этом, в принципе, ничего страшного нет. Здесь можно открывать позиции после публикации данных. Увидели изменения, допустим, не ожидал рынок, что будет ставка изменена, ставку изменили, если ставку понизили, то валюта падает обычно. Сразу подчеркну, что не стопроцентный такой сигнал, потому что у нас ничего в целом стопроцентного не бывает. Бывают даже такие периоды, когда нам могут ставку понизить, валюта может упасть на 30-40, и потом пойти вверх. Такое тоже бывает, и потом нам задним числом в средствах массовой информации скажут, что вроде бы упали там на слухах, закрывали позицию по факту уже. Но в большинстве случаев, в 8% из 10, 80% из 100, все-таки именно реакция правильная, то есть ставку понижают, валюта падает, ставку повышает, валюта растет. Поэтому в целом вероятность очень высокая, положительная, и, соответственно, на этом также можно зарабатывать. Но еще раз подчеркну, не стопроцентный сигнал, потому что ничего стопроцентного у нас на рынке нет. Нет у нас ни стопроцентных фундаментальных сигналов, ни стопроцентных технических сигналов, потому что может быть абсолютно все, что угодно. Допустим, может случиться так, что отстральная банка может понизить ставку ЕЦБ, и через буквально пару минут может произойти теракт. Как вот, допустим, недавно был теракт в Брюсселе. Соответственно, это также может, допустим, вызвать уже обратную реакцию, потому что евро актив безопасный, и здесь евро может пойти вверх за счет того, что продавали рисковые активы. А то, что случился теракт, это никто вообще прогнозировать не может, и никто об этом не знает, за исключением тех людей, которые все это устраивают. Поэтому на рынке очень много событий, и, конечно, ничего такого стопроцентного нет, но, тем не менее, в 8 случаях из 10 все-таки реакция правильная, соответственно, 8 раз из 10 на этом можно заработать. Согласитесь, шансы достаточно хорошие, чтобы в итоге по 10 этим сделкам все равно быть в плюсе, и в хорошем плюсе. Причем усилия такие небольшие, просто ждем, когда у нас соглашают итоги, если мы с вами ничего не знаем об законах макроэкономики, и уже смотрим. Если отклонения есть по консенсусу прогнозу, тогда уже открываем позицию. Второе. Также еще хотелось бы отметить, что помимо того, что вот у нас ЕЦБ ставку понизил, и евро провалилось, то есть понижение ставки, либо расширение программы QE, которую ЕЦБ также проводит, оно позитивно для фондового рынка, и вот здесь у нас уже график непосредственно немецкого фондового индекса DAX 30. И вот здесь мы видим, что уже реакция была обратной, то есть если на предыдущем графике у нас пара евро-долларов упала, то есть валюта непосредственно еврозонная, она очень сильно упала, чуть более 150 пунктов, то здесь уже напротив у нас положительная реакция, то есть DAX напротив вырос, причем он вырос достаточно неплохо, и здесь реакция как раз была о том, что если ЕЦБ смягчает, то это уже позитивный сигнал для фондового рынка, поэтому если допустим мы увидели с вами, что какой-то центральный банк, там либо ЕЦБ, либо Банк Англии, либо Банк Японии, там либо ФРС США, либо Банк России понижает учетную ставку, при этом рынок этого не ожидал, нас интересует именно, что вот рынок этого не ожидает, то есть мы сегодня рассматриваем такие возможности возможности для заработка с высокой долей вероятности, потому что бывает так, что у нас рынок ожидает по консенсусу прогноза, что ставку понизят и ставку понизили, поэтому здесь реакции сильно это может и не быть, может быть плюс-минус там 20-30 пунктов, и здесь достаточно опасно входить тем трейдерам, которые не разбираются в законах макроэкономики. Все-таки большинство трейдеров у нас не разбирается, и это связано с тем, что все-таки фундаментальный анализ гораздо тяжелее изучать тем, чем технический, технический анализ более простой в понимании и в изучении, чем фундаментальный, и поэтому здесь получается мы с вами исходим из того, что мы не обладаем с вами знаниями, но хотим заработать. Вот сегодня как раз мы будем рассматривать такие варианты, как не обладая большими знаниями, все-таки можно попытаться на этом заработать, на самих этих новостях. И в этой связи вот нас интересуют именно такие неожиданности, то есть то, чего рынок не ожидал. И вот как раз если, допустим, у нас по консенсусу прогнозу от ЕЦБ никто ничего не ожидал, а ЕЦБ понизил учетную ставку, то вот мы и увидели такую реакцию, что фондовый рынок пошел вверх, а валюта пошла вниз. Поэтому если то же самое, допустим, будет от Банка России, никто от него ничего не ожидал, а он все-таки, допустим, ставку ключевую понизил, тогда это хорошо для фондового рынка. Фондовый рынок немножко пойдет вверх, а можно быть и сильно пойдет. Но мы не жадничаем, мы немножко берем и уходим. Все-таки лучше синиться в руках, чем журавль в небе. Поскольку мы с вами не знаем, как у нас дальше будут события происходить, мы знаниями такими не обладаем, поэтому мы вот довольствуемся хорошим таким, относительно небольшим профитом. Мы больших таких целей не ставим, что за одну сделку мы сразу же миллиард долларов заработаем. Оставим это дело Соросу и другим людям, поэтому мы, люди скромные, взяли, допустим, 50 пунктов и с рынка ушли. И вот, соответственно, здесь получается фактор плохой будет для валюты и, допустим, хороший для фондового рынка. Поэтому вот здесь такой вывод, изменение ставок влияет и на фондовый рынок, на рынок акций и на рынок валют. Теперь посмотрим, за счет чего же у нас странные банки меняют эти самые учетные ставки, то есть что на них оказывает влияние. Они же не просто так вот сбух-то-барахты берут и ставку там понизили. То есть что способствовало этому событию, что побудило Марио Драги и его коллег, если мы говорим о ЕЦБ, о 10 марта все-таки пойти, допустим, снижение непосредственно учетной ставки. Здесь странные банки ориентируются всегда на два показателя важнейших, это инфляция и также занятость. Исходя вот из этих показателей, они изменяют монетарную политику. Если у нас занятость растет, а инфляция также у нас растет, то от странной банки уже ставку повышают. Если занятость падает, то есть безработица растет и инфляция падает, здесь уже от странной банки ставки понижают. Поэтому инфляция и безработица, и занятость в целом, они важны для непосредственного рынка, поэтому здесь нам необходимо все эти показатели также смотреть. И вот здесь мы сейчас поговорим об инфляции, потом также по занятости пройдемся. И у нас был отчет по инфляции не так давно, 22 марта по Великобритании. Вот здесь мы видим график, пары фунт-доллар, часовые свечки и данные вышли хуже консенсус прогноза. Причем показатель вышел на 20% хуже консенсус прогноза. Рынок ожидал небольшого роста по инфляции, в итоге небольшое снижение по инфляции оказалось. И здесь мы видим красной стрелкой вниз, у нас указана реакция именно на той часовой свечке, где у нас стрелка указана и был опубликован отчет. И в итоге мы видим, что снижалась пара фунт-доллар, то есть британская валюта в течение нескольких часов снижалась. И снижение составило в течение 4 часов после публикации данных у нас котировки упали. И падали они достаточно так неплохо, на 88 пунктов в целом было падение до конца торгового дня. Соответственно здесь также можно было заработать на этом, причем можно было заработать вообще абсолютно не спешить даже. То есть мы получили данные, данные были опубликованы 22 марта в 1 часов 30 минут и посмотрели на эти данные. Данные плохие и посмотрели позицию. И соответственно взяли также с рынка 50 пунктов. Либо допустим мы даже опоздали к этим данным, мы включили наш терминал или посмотрели в календаре событий на каком-либо сайте, либо на нашем сайте freshforex.org, есть хороший календарь событий, более развернутый. И мы допустим посмотрели даже не на 1 часов 30 минут, а в 13 часов или в 13-30 на часик опоздали, не было у нас возможности поглядеть. Увидели, что данные плохие и в целом увидели, что рынок стоял еще во флете, при том, что данные вышли плохие на 0,2% отклонения. И в итоге мы также могли продать и в итоге мы увидели, что все-таки пара падала. Соответственно здесь также есть возможности для заработка, потому что инфляция индикатор важнейший, и мы уже объяснили почему. И соответственно здесь отклонение от консенсуса прогноза на 0,1% всегда вызывает реакцию. Именно отклонение от консенсуса прогноза, если у нас допустим в предыдущий месяц значение было по инфляции, рост 0,5% и в текущий месяц также ожидается рост 0,5% и она в итоге выросла 0,5%, то здесь может быть и рост котировок, а может быть и снижение по факту уже. Поэтому здесь, поскольку мы с вами не обладаем знаниями, то нам достаточно трудно ориентироваться, что это хорошо или плохо. И мы исходим из того, что знаний у нас нет практически, либо они есть, но минимальные. Поэтому нам все-таки нужно, чтобы было отклонение от консенсуса прогноза хотя бы на 0,1%, а еще лучше, еще больше. Вот здесь в данном случае пример 22 марта, это отклонение на 0,2%. Если, допустим, на 0,3%, это еще более сильный сигнал. Соответственно, чем больше отклонение, тем у нас сильнее будет реакция. Также, поскольку у нас инфляция оказывает важный влияние на ставки центробанков, также еще и безработица тоже оказывает влияние на ставки центральных банков. И вот здесь мы с вами можем увидеть данные, которые были опубликованы на этой неделе, а именно 22 марта. По Японии был опубликован отчет по уровню безработицы. И безработица также отклонилась на 0,1% от консенсуса прогноза. Рынок ожидал относительно неплохих данных. В итоге безработица вышла негативная, она выросла на 0,1%. И вот здесь мы как раз видим реакцию на это событие. Красная стрелка обозначена, вот та свечка, с которой началось движение. Именно в это время был опубликован отчет по безработице в Японии. И вот мы видим, что у нас в итоге был рост котировок. То есть, иена падала к доллару, но доллар-иена, данная валютная пара, она в итоге росла. Рост, конечно, не такой большой. Допустим, был за несколько часов на 45 пунктов. Но, тем не менее, рост был, рост стабильный, такой неторопливый. Все-таки потихонечку-потихонечку пара поднималась. Поэтому всегда, конечно, по-разному. Бывает и более сильная реакция, бывает и менее сильная реакция. Но, тем не менее, реакция есть. Поэтому, опять же, действуем, как и по аналогии с инфляцией. Если есть отклонение от концентрации прогноза, хотя бы на 0,1%, а лучше еще больше. Вот здесь, допустим, возможно, почему еще такая слабая реакция была, там, 45 пунктов. Потому что отклонение на 0,1%. Если бы, допустим, было более существенно, допустим, 0,2% или, допустим, 0,3%, тогда реакция, естественно, была сильнее, потому что рынок этого не ожидал. Это неожиданность. Соответственно, такие вот нежданчики, они всегда и отыгрываются более сильно. Поэтому всегда смотрим на два момента. Отклонение есть от концентрации прогноза или его нет. Если оно есть, тогда торгуем. И, соответственно, чем оно больше, тем уже больше сигнал такой более хороший, более надежный. Нам тем самым более спокойно торговать. Вот мы, допустим, увидели отклонение от концентрации прогноза по безработице на 0,3%. Такое, конечно, бывает редко, но такое тоже может быть. Или, допустим, 0,2%, что тоже бывает редко. В основном все-таки безработица меняется на 0,1%, но бывают периоды такие, там, раз в год по какой-то стороне. На 0,2% вполне и отклонение может быть. А поскольку у нас стран много, валют тоже много, соответственно, мы всегда можем найти для себя торговые сигналы. И, соответственно, реакция уже на это событие более сильная. Также посмотрим на еще один важный компонент, данные по среднему заработку. Вот как раз у нас завтра и будет опубликован отчет по рынку труда уже в США. Завтра у нас данные в 15.30, соответственно, завтра мы также можем на них торговать. Если у нас безработица, допустим, изменится по сравнению с консенсусом прогнозом, здесь никакого у нас обновления не ожидается. Не ожидается изменения показания по консенсусу прогноза, но, тем не менее, если это все-таки состоится, вот, допустим, у нас сейчас уровень заработки в Штатах 4,9%, и если все-таки будет лучше, чем ожидает рынок, то есть 4,8 или же даже 4,7, но 4,7 все-таки шансов немного, а вот 4,8 вполне реально. Почему нет? Потому что ФРС об этом прогнозировала, соответственно, реакции также на это будут. И вот завтра уже можно все это будет, все данные, ту информацию, которую сегодня вы получите на вебинаре, можно будет завтра попробовать применить на практике, если нам все-таки дадут такую возможность. Поэтому завтра будем в 15.30 смотреть на данные и уже, исходя из этих данных, принимать решение. И вот завтра, кроме данных по заработице, по нонфармам, также будет опубликован отчет по среднему заработку. Обычно никто из трейдеров на это не смотрит, даже не смотрит на уровень безработицы. Вот у нас так принято, и в учебниках по Форексу это пропагандируется почему-то, хотя, честно говоря, мне непонятно почему, но, видимо, кому-то это надо. Может быть, просто кому-то нравится такой индикатор, как нонфарм, потому что везде у нас много информации по нонфармам. Вот нонфарм хороший, плохой, там сильный реакция и так далее, тому подобное. Но никто не говорит о том, что есть еще и уровень безработицы, который тоже очень важный индикатор. И еще есть данные по среднему заработку, об этом индикаторе вообще никто ничего не говорит, как бы его даже не существует, получается, вовсе. Но, тем не менее, он в отчете завтра будет указан, и в календарях событий он также будет отмечен. Но отмечен он как событие менее важное, а тем не менее, событие-то очень важно, и сейчас я объясню коротко, почему это событие очень важно. Поскольку у нас средний заработок это доходы населения, а доходы населения по законам макроэкономики равны расходам населения, то есть здесь все очень просто, 2х2 равно 4, то расходы, соответственно, в свою очередь вызывают рост инфляции. Если расходы растут, инфляция растет, если расходы падают, падает инфляция. А что у нас такое инфляция? Инфляция у нас один из важнейших индикаторов для отстрального банка, в данном случае завтра это для отстрального банка Америки, значит ФРС США. Поэтому если завтра данные по среднему заработку будут хорошие, то это, соответственно, вызывает рост доходов населения, будет вызывать рост инфляции уже в будущие месяцы, в апреле, в мае, поскольку сейчас данные будут за март опубликованы, в марте денежку получили, в апреле и в мае ее потратили. Здесь все логично. И здесь получается, если будет рост инфляции, тогда уже ФРС, Джанет Йеллен, которая на этой неделе сказала, что вроде бы не надо торопиться с повышением ставок, она запросто может все поменять и сказать о том, что вроде бы ситуация созревает для того, чтобы ставочку-то в июне можно и повысить. Соответственно, если ставочку-то в июне можно повысить, то все в панике побегут покупать доллары, потому что на этой неделе от долларов избавлялись. Вот чем важен этот индикатор, который вообще не указывается в учебниках по Форексу, и который в календарях событий отмечен как такое событие менее важное. Но тем не менее это важное событие, и вот мы сейчас рассказали, почему это событие важно. И, соответственно, как на это можно заработать непосредственно на таком данном индикаторе, вот здесь у нас как раз и представлен график прошлого отчета по рынку труда в США. Эти данные были у нас опубликованы 4 марта, в первую пятницу месяца, и вот данные были действительно очень интересны. И здесь в чем они были данные интересные? Нонфармы тогда у нас вышли хорошие, лучше, чем консенсус прогноз, и значение было больше 200 тысяч, 242 тысячи. И вроде бы, если следовать, скажем так, учебникам по Форексу, то все это замечательно, необходимо быстрее бежать, и получается покупать американскую валюту. Соответственно, что мы делаем там? Продаем евро-доллар, продаем фунт-доллар. Вот здесь у нас график пары фунт-доллар, часовые свечки. И красная стрелка обозначена вот та свечка, где была публикация данных, и что потом случилось, мы тоже видим, мы видим рост котировок. И вроде бы все, мы должны покупать и так далее, и тому подобное. Но если посмотреть на средний заработок, то средний заработок вышел плохой, потому что рынок по консенсусу ожидал роста среднего заработка на 0,2, а итоговое значение вышло со знаком минус 0,1%. То есть средний заработок сократился. Соответственно, что это вызывает? Это вызывает уменьшение доходов населения, соответственно, меньше расходов будет, соответственно, это плохо для инфляции, и здесь получается ФРС опять будет говорить о том, что не надо торопиться с повышением ставок и так далее, и тому подобное. Вот вся такая цепочка логическая, она в итоге устраивается. И получается, что эти данные плохие для доллара, несмотря на то, что перлс-хорошие были. И в итоге мы как раз увидели, что у нас доллар падал, в данном случае к фунту, пара фунт-доллар за 3 часа выросла на 94 пункта. Поэтому здесь как раз и получаются данные по среднему заработку сейчас, поскольку у нас все так сфокусированы на ставках ФРС США, все об этом говорят, и в средствах массовой информации, и на сайтах, и на наших вебинарах мы об этом постоянно говорим, потому что это событие очень важное. США у нас экономика номер один в мире, ФРС и ее центральный банк. В данном случае центральный банк номер один получается в мире, поэтому ставки очень важны для всех рынков. Поэтому завтра в большей степени смотрим на средний заработок, а потом уже на все остальное. В идеале, конечно, как можно получить, допустим, завтра очень хороший такой сигнал. Сигнал для того, чтобы торговать, скажем так, с неименьшим риском и с возможностью заработать максимальный профит. Здесь идеальный сигнал, либо у нас два этих показателя, безработица и средний заработок, они плохие, либо они очень хорошие. Если они плохие, допустим, у нас какие плохие? У нас завтра консенсус прогноз по безработице 4,9%, соответственно, нам нужно отклонение хотя бы на 1,1% в сторону негативной, получается 5% завтра безработицу мы видим, и мы видим средний заработок, он у нас по консенсусу ожидается рост на 2 десятки, а мы, допустим, видим, что у нас 0%, то есть без изменений, либо даже еще лучше минус 0,1. Тогда данные плохие для доллара получаются, тогда, допустим, евро-доллар, фонд-доллар будут расти, и доллар-иена будут падать, соответственно. Либо, напротив, мы можем получить очень сильный сигнал, когда доллар может укрепиться на 150, на 200, в пятницу и в понедельник просто продолжится доллара. Если у нас, допустим, безработица будет 4,8%, то есть лучше консенсус, и также средний заработок будет 0,3%, допустим, потому что консенсус прогноз 0,2%. Тогда здесь сразу же на рынке все заговорят о том, что ФРС может быть там якобы в апреле ставку может повысить, приношу извинения, и так далее и тому подобное, и, соответственно, надо быстрее бежать доллары покупать, потому что доллар-то на очень хороших уровнях, доллар упал и к евро, и к фунту, и к японской иене, соответственно, надо быстрее бежать его и покупать. Поэтому завтра вот будем смотреть, что у нас в итоге в 15-30 будет. Либо, допустим, есть третий сценарий, когда у нас безработица так и останется 4,9%, а, допустим, средний заработок вырастет на 0,3%, то все равно данные будут хорошие для доллара, но реакция уже будет не такая сильная, допустим, как если бы безработица так же упала. Но, тем не менее, реакция также может быть сильная, пунктов на 70, на 100 доллар запросто может вырасти, потому что эти данные будут хорошие для инфляции и хорошие для ФРС, соответственно. Поговорим еще об одном также важнейшем индикаторе, это индикатор экономического роста, ОВП. И здесь, если посмотреть на те данные, которые были у нас опубликованы на минувшей неделе, а именно 25 марта, у нас был опубликован отчет по ОВП США за четвертый квартал 2015 года. Это были уже окончательные данные, и данные вышли... Переношу извинения. Данные были лучше, чем консенсус прогноз. Консенсус прогноз у нас был 1,1% ровно, а в итоге данные вышли 1,4%. То есть, итоговое значение превысило консенсус прогноз участников рынка на 0,4%. И в итоге мы увидели, как на данном графике пара фунт-доллар, часовые свечки. Вот в левой части графика мы как раз видим, что пара фунт-доллар снижалась. И здесь, возможно, у вас возникнет вполне логичный вопрос. Вроде бы снижение такое достаточно слабое, всего лишь 33 пункта было, и в течение часа оно проходило. Но здесь необходимо понимать период, какой у нас был. А это была пятница, 25 марта, страстная пятница. Многие банки были закрыты, участники рынка отдыхали, католики, которые... И в итоге у нас был несколько ликвидный день. Поэтому вот новости были у нас в марте месяце. Мы рассматриваем примеры сейчас, которые были только в марте месяце. Самые свежие примеры. Можно, конечно, было показать другой график из истории, что у нас было в феврале, в январе и так далее. Но я сегодня подготовил именно свежие примеры, которые были в марте месяце. И поэтому вот у нас такая была слабая реакция на такой низколиквидной торговле. Поэтому период ликвидности тоже необходимо учитывать. Уважаемые коллеги, сейчас мы сделаем небольшую паузу. Сдавайте, пожалуйста, свои вопросы. Кому что непонятно. По тому, что мы рассмотрели, я на 108 отвечу. И затем мы также рассмотрим еще несколько важных новостей, и как на них можно также заработать. Так, данные ПВП запаздывают, реакция на них не такая сильная, на инфляцию. Илья, благодарю за вопрос. Что касается данных запаздывают, но, тем не менее, реакция на них есть. Реакция бывает всегда разная. Бывает, допустим, и 50 пунктов, и 100 пунктов, и 150. Здесь, опять же, все зависит от того, какая у нас оценка, первая, вторая, либо третья окончательная. И все также зависит от того, насколько отклоняют консенсус прогноз. На мощный взгляд, если у нас есть по ВВП отклонение от консенсуса прогноза хотя бы, допустим, на 0,2%, то здесь уже можно в это входить и на этом торговать. Вот, допустим, есть у нас ожидание, что по проценту вырастет ВВП, а в итоге вырастет на 0,7%. Соответственно, данные хорошие, и можно на этом зарабатывать. Соответственно, чем больше отклонение от консенсуса прогноза, тем и сильнее реакция. Я думаю, что вот на текущем примере у нас была бы более сильная реакция в пятницу, 25 марта. Просто если бы у нас был период высокой ликвидности, обычный такой рыночный день. Но у нас была срастная пятница, вообще многие банки были закрыты, торговля была очень вялая, во флете стояли основные валютные пары, поэтому все равно реакция была. Но была такая сдержанная, 33 пункта, но тем не менее, все необходимо понимать, что это все-таки были такие периоды на низких объемах проходили. Поэтому, если бы было обычный день, я думаю, реакция была бы посильнее, пунктов на 70, на 80 мы также могли бы сходить пониже по паре доллар-японский день, потому что данные были хорошие. Поэтому реакция все равно на них существует. Нужно ли ставить стоп-лосс при торговле новостях? Егор, благодарю за вопрос. Конечно же, ставить нужно. Стоп-лосс, на мой взгляд, ставить нужно всегда. Я раньше, когда начинал торговать, в самое первое время, когда только заинтересовался рынком, тоже торговал без стоп-лоссов, и думал, что их придумали для слабаков, либо их придумали брокеры, чтобы человек терял деньги. Но потом, когда потерял пару депозитов, понял, что все-таки лучше стоп-лосс ставить, и это хороший инструмент. Поэтому стоп-лосс также необходимо ставить, и здесь все зависит от того, как вы торгуете. Допустим, при торговле на 3 дня достаточно тяжело рассчитывать, что у нас все-таки будет соотношение 1 к 3. Допустим, как у нас пишут в учебниках, там мы 3 к 1 торгуем, тогда, допустим, если мы берем, что 50 пунктов мы ставим профит, тогда у нас стоп должен быть пунктов 17. Шанс, что его зацепят, шанс очень высокий. Поэтому здесь я бы ставил, допустим, либо 2 к 1, либо 1 к 1. Допустим, либо 25 стоп-50 профит, либо, допустим, 30 стоп-50 профит. Вот такое соотношение можно ставить. Если вы хотите ставить побольше, допустим, профит пунктов 70, в наших примерах, которые мы сейчас рассматривали, были такие примеры, практически они все такие примеры были, где более 70 пунктов движения, тогда, допустим, получается там 35-40 стоп-лосс и пунктов 70 take profit. Так, завтра будет статистика смешанная, рост доходов хуже, инфляция лучше прогноза или наоборот. Завтра, Андрей, инфляции у нас не будет, завтра будут данные по безработице и по доходам. Какие они будут, в итоге завтра в 15 часов 30 минут мы с вами это все увидим. Завтра инфляции не будет. Что касается отложенными ордерами, то я бы лично не рекомендовал отложенными ордерами входить, потому что отложенными ордерами можно входить в том случае, если вы обладаете знаниями фундаментального анализа. Если такими знаниями вы обладаете, очень хорошими, тогда можно входить отложенными. Но большинство трейдеров у нас такими знаниями не обладает, поэтому в этом связи лучше торговать уже не отложенными, а по рынку. То есть новость опубликована, мы ее прочитали, посмотрели, как это хорошо для нас или плохо, можно торговать или нет. Если торговать можно, то нажали кнопку либо buy, либо sell. Конечно, цена сразу же убежит от вас, допустим, завтра в 15.30 данные опубликуют, допустим, данные хорошие для доллара, доллар сразу же резко вырос, это все понятно. И вы не сможете сразу же прямо войти в ту же секунду, здесь тоже все понятно, но с другой стороны ничего в этом критичного нет. Бывает очень часто так, что данные опубликованы, рынок идет в обратную сторону сначала, а потом уже разворачивается и в ту сторону, в которую надо идет. Поэтому вы даже можете для себя пропустить откат. Бывает так, что откат в первую минуту, всего пунктов на 30, на 40 в обратную сторону, а вы его можете пропустить, потому что пока вы новость прочитали, пока подумали, хорошо это или плохо, что мне можно сделать, купить или продать. То есть, пока новость в терминале появилась на русском языке, это еще секунд 10-15 заняло, потом пока вы прочитали, пока подумали, это еще секунд 15. Соответственно, не так это и плохо. Поэтому входить, получается, можно именно вот buy, либо sell по рынку, поскольку у нас с вами мы исходим с того, что мы не обладаем знаниями. И мы торгуем вот только эти новости и торгуем сильные новости и изменения от консенсуса прогноза. Так, на основании чего сейчас доллар падает, если почти все новости по нему выходят позитивные. Мурат, благодарю за вопрос. Действительно, бывают такие периоды, когда все-таки у нас игнорировали новостей, почему я и говорил, что сигналы не стопроцентные, а 8 случаях из 10. То есть, сильные новости отрабатываются в 8 случаях из 10, но не всегда, что 10 из 10. Вот, допустим, что касается данных по доллару, тому же самому, то вот смотрите, допустим, вчера у нас были данные по занятости от ADP. Мы такую новость сегодня не рассматриваем, потому что эта новость для нас не важна, но тем не менее, даже вчера на таком отчете все равно реакция была и доллар укреплялся. Может быть, не так сильно, там пунктов на 30, к основным валютам пара, основным валютам он укрепился, но тем не менее, все равно реакция была. И необходимо отметить, что вчерашний отчет, он все-таки такой не совсем сильный, то есть ADP мы сегодня не рассматриваем, потому что это один из компонентов нонфармов опережающих. А вот как раз те данные, о которых мы сегодня говорим, то по ним реакция бывает сильная и в 8 случаях из 10 как раз реакция и бывает вот именно та, которая должна быть. Вот на этой неделе вы говорите о том, что в последнее время хорошие данные. Вот смотрите, на этой неделе были данные по потребительской версии вот конференц-сбор, по ADP, но эти данные, они скажем так, вторичные. Это не самые сильные данные, поэтому на них была такая небольшая реакция. Но на них все равно была реакция, если вы посмотрите, вот во вторник конференц-сбор. Данные были опубликованы, но все равно в первый час реакция была, доллар укреплялся и к евро, и к фунту, и к иене. Вчера были данные от ADP, в первый час также укреплялся доллар и к тем же самым валютным конкурентам. Но мы сегодня об этих новостях не говорим, потому что эти новости, они вторичные. Здесь как может быть сильная реакция, так и может не быть. А вот мы сегодня говорим именно о тех новостях, которые очень сильные. Так, ну что касается спекулянтов, то я, честно говоря, не знаю, куда там давят спекулянты и кто чем занимается. Мы уже завтра посмотрим, что же у нас будет с долларом. Благодарю всех за вопрос. Сейчас продолжаем наш вебинар и поговорим еще о некоторых важных новостях. Еще раз подчеркну, что мы рассматриваем блок важных новостей, по которым в 8 случаях из 10, вот сам лично проверял все это, сам также их использую в торговле. Бывает сильная реакция и бывает правильная реакция. Но еще раз подчеркну, не 100%, а примерно 80%. Потому что ничего 100% у нас нет. Если бы все у нас было 100%, тогда бы абсолютно любой трейдер бы открыл учебник, почитал там, завтра у нас данные по безработице США, данные хорошие, я покупаю, данные плохие я продаю, положил себе денежку в карман, допустим, миллион рублей, миллион долларов, и так далее, и все хорошо, у меня счастливо, я живу счастливо, и так бы несколько миллиардов человек на этой планете, они бы этим и занимались. Но я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что такого быть не может, чтобы все абсолютно у нас вот так все было. Потому что у нас ничего стопроцентного нет, есть с высокой долей вероятностью, есть с низкой долей вероятностью. Вот сегодня мы как раз рассматриваем новости, которые с высокой долей вероятностью вызывают сильные реакции, вызывают правильные реакции рынка, новости хорошие, хорошая реакция рынка, рынок растет, плохие новости, рынок падает. Вот сегодня мы об этом говорим. И вот следующий показатель, который также у нас важный. Завтра такие данные будут опубликованы. Завтра у нас пятница, кроме данных по штатам, будут еще опубликованы данные по PMI. А именно PMI в сфере условий, в производственной сфере от Market Economex по Великобритании и также PMI по производственному сектору от АСН по штатам. И вот здесь как раз у нас представлен график пары фунт-доллар, часовые свечки. И здесь у нас представлена динамика британской валюты, как она себя вела по отношению к доллару 3 марта, когда у нас была опубликована предыдущая PMI, промышленная PMI. И вот завтра будет опубликована также промышленная PMI. И вот тогда, 3 марта, у нас данные вышли на 2,9 пункта, хуже, чем консенсус прогноз. И здесь в итоге что мы увидели? И мы в итоге увидели непосредственно... Уважаемые коллеги, приношу свои извинения. Здесь немного я оговорился. Данные у нас были опубликованы 3 марта не по производственному сектору, а по сфере услуг. И в итоге вот мы увидели хорошие данные по PMI уже сферу услуг. Смотрю, не на тот график, поэтому не то сказала. И в итоге вот мы увидели хорошую реакцию здесь по британской валюте. Британская валюта выросла, и в итоге был хороший рост на 132 пункта. И как можно заработать на данных новостях? Здесь отклонение нам необходимо на 1,5 пункта как минимум от консенсуса прогноза. Если, допустим, у нас есть хорошее отклонение на 1,5 пункта, 2 и так далее, тогда уже мы входим в позицию и также уже после того, как мы данные получили. То есть данные получили, прочитали и нажимаем либо кнопку buy, либо кнопку sell. Вот завтра у нас в 11.30 данные по Великобритании. И здесь у нас консенсус прогноз 51,3%. Соответственно, добавляем как минимум 1,5. Получается, нам либо надо, чтобы данные были 52,8, тогда мы нажимаем кнопку buy, либо чтобы данные были 49,3, то есть минус 1,5, даже не 49,3, а 51,3, минус 1,5, это 49,8. И тогда мы уже нажимаем кнопку sell. Соответственно, если, допустим, у нас данные не на 1,5 пункта, а больше, тогда мы уже рассчитываем на то, что у нас может быть достаточно хорошая такая сильная реакция. То есть, как минимум, нужно 1,5 пункта отклонения от консенсуса прогноза. Также еще один хороший показатель, на котором можно заработать, который вызывает сильную реакцию, это розничные продажи. И здесь у нас были опубликованы данные так давно, 24 марта, минувший четверг, розничные продажи по Великобритании. И здесь показатель итоговый на 0,3% превысил консенсус прогноз. То есть, данные вышли хорошие, лучше, чем ожидал рынок, на 0,3%. И вот мы увидели, как пара фунт-доллар продемонстрировала рост. Рост был такой сильный достаточно, 119 пунктов. В течение нескольких часов у нас в итоге британская валюта выросла. И, соответственно, здесь, как можно заработать на данном показателе. Я посмотрел статистику и увидел, что хорошие результаты дают те отчеты, которых, если отклонение от консенсуса прогноза, на 0,3% и более. Если, допустим, отклонение от консенсуса прогноза на 0,1% и 0,2%, то здесь уже статистика получает смешанные. Бывают хорошие данные, бывают плохие. А вот если 0,3% и более, 0,3% и 0,4%, то здесь уже статистика очень хорошая. В большинстве случаев реакция бывает сильная, реакция правильная. И на это можно заработать. Поэтому смотрим на отчеты, как минимум, чтобы было отклонение на 0,3%, как вот на текущем графике 24 марта представлено. Британская валюта продемонстрировала также рост. И также еще есть один интересный показатель. Сейчас мы уже поговорим непосредственно по рынку акций. Вот мы говорили по валютному рынку Форекс. Посмотрели на важные индикаторы, как на них можно заработать. И сейчас поговорим о рынке акций. Почему о рынке акций? Потому что в нашей компании Фреш Форекс можно торговать не только CFD контрактами, не только валютными парами, простите, но также и CFD контрактами на акции, на американские акции, которые торгуются на бирже Найс и Насдак. Также и CFD на российские акции, которые торгуются на московской бирже, на Майсекс. И вот здесь также хотелось бы привести пример, такой свежий пример, который был у нас 15 марта. Отчет опубликовал Сбербанк, ведущий российский банк. Отчет был опубликован по международным стандартам финансовой отчетности. Есть у нас два стандарта по отчетам. Это местные РСБУ, российские стандарты бухгалтерского учета. И также международные стандарты финансовой отчетности, которые используют все корпорации во всем мире. То есть это такой мировой стандарт, мировой ГОСТ. А РСБУ это уже вот такие наши российские стандарты отчетности, которые международными инвесторами не воспринимаются. Международные инвесторы, которые у нас являются основными игроками на российском фондовом рынке. То есть у нас основные покупатели, либо продавцы российских акций на российском рынке. У нас именно иностранные игроки, иностранные инвесторы, частные инвесторы, финансовые институты и так далее. И вот как раз они, именно иностранные инвесторы, ориентируются на МСФО. Вот как раз у нас был 15 марта отчет по МСФО, и данные вышли плохие. Вот здесь мы видим два показателя. Это EPS, это непосредственно доход на акцию, чистая прибыль на акцию, на дну. И также доход, это у нас непосредственно выручка банка. То есть мы с вами видим два показателя, и здесь возникает вопрос, какой же из них более важный, какой менее важный, и как на этом можно заработать. Ну вот получили мы отчет 15 марта по Сбербанку, и что нам это дает. Сразу же хочу сказать, что показатель дохода, он в целом вообще никакой роли не играет, потому что все смотрят, инвесторы, трейдеры, спекулянты, смотрят именно на показателя прибыли на акцию. Потому что доход может быть каким угодно, он может вырасти и упасть, он может быть вообще астрономический, но при этом прибыль может упасть, либо даже может быть не прибыль, а убыток, соответственно это все плохо. Компании работают ради чего? Компании работают ради прибыли. Соответственно, если у компании прибыль растет, это хорошо для акции, если у компании прибыль падает, для акции это плохо. Поэтому доход или выручка нам вообще абсолютно ни к чему. И здесь я это указал лишь для того, чтобы вам как раз и объяснить, что на доход можно не смотреть. Для чего приведен пример именно с доходом. А вот уже EPS это доход на акцию, нам уже, почти прибыль на акцию, нам уже более интересный момент, потому что здесь мы можем посмотреть, сколько рублей прибыли приходится на одну акцию по Сбербанку. И вот прогноз, который был по участникам рынка, консенсус прогноз агентства Bloomberg, 4,17 рубля, то есть 4 рубля 17 копеек, числе прибыли на одну акцию, рынок прогнозировал. Значение вышло на отметке 3,4 рубля, то есть 3 рубля 40 копеек. Значение хуже, чем консенсус прогноз, на 77 копеек. И соответственно, что мы в итоге получаем? Мы получаем сигнал негативный, потому что прибыль, получается, сократилась, соответственно, это плохо для компании в целом и для ее акции в частности. И вот здесь мы сейчас посмотрим на график Сбербанка, что у нас было с Сбербанком. И вот здесь в левой части графика мы видим стрелку красную, как раз именно в эту часовую свечку и была публикация отчета по Сбербанку. И мы видим, что акции Сбербанка очень сильно упали, просели достаточно так сильно, на 3,5 рубля, если в рублевом выражении смотреть, либо на 3,25 в процентном выражении акции упали за один торговый день, то есть волатильность была очень сильной. Соответственно, если войти, допустим, с плечом, допустим, взять плечо, допустим, там 3, либо плечо 5, то можно получить уже не 3,2% снижения, а уже 15% снижения за один торговый день. Заработать на этом. Поэтому вот мы с вами и смотрим на прибыли компании. Если они хорошие, лучше консенсус прогноза, тогда мы, получается, открываем позиции на покупку, если хуже консенсус прогноза на продажу. Какое должно быть отклонение от консенсус прогноза по чистой прибыли на акцию? На мой взгляд, не менее чем 10%. То есть, в данном случае, вернемся к предыдущему слайду, у нас по Сбербанку консенсус прогноз 4,17 рубля. Соответственно, 10% от этого значения 4,17 получается 0,41. Соответственно, вот это 0,41 или 41 копейка, и есть отклонение. Если мы видим 41 копейку больше консенсус прогноза, значит, хорошо. Если меньше, это плохо. И то же самое касается любых других акций, которые и в рублях торгуются, и в долларах. Вот у нас уже скоро, в начале апреля, это у нас будет в 10-х числах, 11-го числа, если мне память не изменяет, 11-го апреля, начинается сезон корпоративной отчетности в США. Обычно первый отчет публикуют алюминиевые компании «Алко», и затем уже все остальные присоединяются, и в течение апреля и мая мы будем получить много отчетов из Америки. Соответственно, там акции торгуются в долларах, поэтому также рассчитываем из доллара. Допустим, ожидают прибыль на акцию 2 доллара, соответственно, 10% от 2 долларов, это получается 20 центов. И вот 20 центов лучше, значит, хорошо, 20 центов хуже, консенсус прогноза, это плохо. Соответственно, чем больше отклонение, допустим, если отклонение не составило не 10%, а 30%, это еще лучше, 50% это еще лучше, если, допустим, 100%, условно говоря, допустим, ожидали по Сбербанку 4 рубля с небольшим прибыли, а в итоге прибыль на акцию составила 8 рублей. Такое, конечно, бывает редко, что прям такие сильные отклонения, но все же такое бывает, тогда, естественно, будет сильный рост котировок. Акции сразу же вырастут резко в момент публикации данных, мы не успеем за этим угнаться, но, по крайней мере, мы сможем вбежать в этот поезд, и прокатиться с ветерком, и также себе заработать профит по такой торговой операции. Поэтому уже скоро у нас будут опубликованы отчеты по Америке, также будут опубликованы в апреле и мае отчеты по российским компаниям, уже за первый квартал, также 2016 года, поэтому будут возможности в апреле и в мае торговать и по отчетам российских компаний, и по отчетам американских компаний. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, вопросы, у нас есть еще немного времени, и я на них с удовольствием не отвечу. Так, ну, смотрите, надо не только на доход EPS. Илья, на доход вообще можно не смотреть, я уже сказал, что доход это вообще так просто. Я его привел именно, чтобы вам показать, что обычно в прогнозных значениях по акциям публикуются две цифры, это выручка или доход, иначе, и также прибыль, чистая прибыль, либо чистая прибыль в целом просто, либо прибыль на акцию. Доход и выручка, они вообще не интересны, даже не обращать внимания. Там может быть что угодно, и рост, и падение, и это все вторично. Самая главная цифра, это чистая прибыль на акцию, сколько она составила, и каково отклонение от консенсуса прогноза. В идеале, какой получается, вот какой хороший сигнал может быть в идеале? Это, допустим, что чистая прибыль на акцию выросла больше 10%, чем ожидал рынок, и она выросла больше, чем, допустим, в аналогичном периоде минувшего года. Вот, допустим, у нас сейчас будут данные скоро в апреле за первый квартал текущего года. Соответственно, квартал первый нам необходимо 16-го года, которые данные будут в апреле-майе, сравнить с первым кварталом 15-го года. И нам что необходимо? Чтобы и прибыль в первом квартале 16-го года на акцию выросла, чем по сравнению с прибылью, с чистой прибыли на акцию в первом квартале 15-го года. То есть, год к году должен быть рост, и чтобы было превышение консенсуса прогноза. Тогда мы получаем хороший сигнал, такой устойчивый тренд, и, соответственно, покупаем. Либо наоборот, мы же можем еще и продавать, то есть, и шортить, и открывать ланги. И, соответственно, для того, чтобы шортить, нам необходимо, чтобы прибыль упала по сравнению с первым кварталом 15-го года, и также она упала на, к минимуму, 10% от консенсуса прогноза. Да, я практикую торговлю на новостях, и получается достаточно стабильно. То есть, не скажу, что я миллиарды зарабатываю, но у меня есть профит. И вот как раз те новости, которые я сам использую, сегодня я по ним и провел вебинар, вот подготовил именно те новости важные, которые и вызывают сильную реакцию, и также вызывают правильную реакцию в большинстве случаев. Потому что новостей очень много, и не все из них они важны. Единственное, что хотелось бы отметить, я не всегда торгую по факту выхода данных. Я иногда, и даже не иногда, а очень часто торгую до выхода данных. То есть, поскольку я уже давно изучаю фундаментальный анализ в акроэкономику, и также рынок ценных бумаг давно уже изучаю, то у меня уже есть понимание, что можно ожидать. Конечно, даже мои прогнозы, они тоже не всегда верны. Но в целом, вот на длительном периоде времени, все-таки у меня тоже получается хорошо прогнозировать. И я очень часто вхожу не по факту данных, а до отчета непосредственно, чтобы тем самым уже, скажем так, до реакции войти. И, соответственно, когда уже первая реакция, резко замене котировок, также, соответственно, прокатиться и заработать больше, чем уже по факту данных. То есть, когда мы торгуем уже после публикации отчета, мы много не заработаем. Потому что реакцию мы уже первую пропускаем. Реакция первая на участие. Но, тем не менее, мы можем заработать, пускай там пунктов 40-50, но, тем не менее, заработать сможем. И у нас шансы на это есть достаточно хорошие. Но здесь и трудно рассчитывать, что если мы, допустим, не обладаем никакими данными по экономике, мы сразу же там нам, пожалуйста, положите там 1 миллиард рублей, или принесите пару чемоданов с золотом. То есть, мы ничего не знаем, и усилия к этому не прикладываем, чтобы что-то узнать. Просто хотим лежать на диване, и нам, пожалуйста, вот новость вышла, сразу же там чемоданчик, денег принесите. Такого тоже не бывает. Соответственно, хотите сработать больше, необходимо учиться. Хотите, скажем так, нет возможности учиться, либо нет желания учиться, тогда вот можно действовать так, как сегодня мы рассмотрели на вебинаре. Пускай и немного, но стабильно можно зарабатывать. Так, первая акция бывает обратная. Андрей, вы совершенно правы. Я еще раз подчеркнул, что не всегда, не 100% у нас такое бывает, что мы всегда прям однозначно входим только в плюс. Это я еще раз уже об этом говорил. И второе, я также говорил, что первая реакция, вот там 10-30 секунд, она бывает обратной. И она для нас даже хороша тем, что мы тем самым можем войти на хороших уровнях и пропустить откат. То есть, случился откат, допустим, в обратную сторону пунктов на 30, а мы его пропустили, потому что пока мы новость прочитали, пока мы подумали, хорошо это или плохо. То есть, нам нужно некоторое время. Соответственно, пока мы все это думаем, секунд 30, уже обратная реакция прошла в негативную сторону и пошла именно по тому тренду, по которому нам и надо. Поэтому здесь для нас даже плюс для обычных трейлеров. Так, я ожидаю роста доллара. Как вы думаете на этот счет? Что касается роста доллара, то в целом я тоже ожидаю роста американской валюты и завтра посмотрим, будет у нас рост американской валюты или не будет. Я в целом так тоже ожидаю, что доллар будет укрепляться. Уважаемые коллеги, наш имя подходит к концу, время уже вышло. Благодарю всех за внимание. Желаю всем успешной торговли, как на новостях, так и вообще в целом успешной торговли и по теханализу, и по фундаменту, и возможно там еще почему-то, что вы используете. Желаю всем хорошего настроения. Завтра у нас день будет очень интересный. Завтра всем желаю профита. Доллар вырастет или не вырастет, это мы увидим только завтра. Поэтому заранее всем желаю больших побед, больших профитов. Еще раз всем успехов. До новых встреч.